Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре мушка из серии Tungsten Beat, называется она Feasant Tail. В данной серии есть мушки такие как Зайчьи уши, Принц Нимф и данная мушка с хвостом из фазаннего пера. Поэтому выбор у данной серии довольно-таки многочисленный. Бывают они трех размеров на 12, 14 и 16 крючках. В данном случае это самая крупная мушка на 12 крючке. Вставляется она в простом зип-пакетике, куда их помещает F-магазин. В принципе, упаковка довольно-таки неплохая и мушка ко мне пришла в отличном состоянии, ничего с ней не произошло. Но она такая довольно-таки бедно оснащенная, здесь никаких особых оперений нет, поэтому изоминаться тоже нечему. Основная фишка данной мушки, что она идет с шариком, что означает слово B, то есть она утяжеленная и является тонущей. Такие мушки более точно летят и можно забросить их на более дальние расстояния. Работать можно как на нахолостной оснастке, так же неплохо показывать себя на различных разнесенных оснастках, таких как отводной поводок с бирулина, может показывать отличные результаты. Тело мушки в передней части выполнено из зелено-черного такого оперения, далее идет коричнево-бежевое и хвостовое оперение из фазаневого пера, сделано в бежевом стиле. Ну и данный шарик является и как утяжелением, так же в солнечную погоду будет создавать блики и дополнительно привлекать различных рыбешек. Вяжется на желтом одинарнике, ну для данной мушки поддев вполне себе неплохой, имеется бородка, крючок хорошо заточен и данный крючок имеет совсем небольшое ушко, что говорит о том, что лучше всего подобные мушки вязать напрямую, причем использовать для этого довольно-таки тонкие лески, так как большой диаметр даже 0,2 сюда в принципе продеть никак у вас не получится. При попадании в воду мушка будет сразу же стремиться ко дну, причем с большой скоростью, и поэтому можно работать на вполне существенных глубинах с данной мушкой. Можно работать ей даже как мормышей, мормышкой и рассчитывать на поимку различных видов рыб. Лососевые породы неплохо реагируют на данные мушки. Головль, жерех, ясь, окунёк может подобрать её и различные представители мирных пород рыб, таких как краснопёрка, платва, густёрка, верхоплавка, тоже отлично реагируют на данные имитации. Она похожа на личинку различных насекомых, на взрослые насекомые она не похожа, так как не имеет никакого оперения, не крылышков, а такая стандартная нимфочка, и подобными имитациями частенько привыкли питаться различные обитатели подводных глубин. Очень интересный вариант для ловли на различных водоёмах. Мушка PFG Tungsten Beat Feather Tail. Ну а на этом мой обзор подошёл к концу, всем спасибо за внимание, пока! Субтитры подогнал «Симон»